Здравствуйте! В эфире новости 24. Два пассажира и водитель пострадали в результате серьезной аварии, которая произошла недалеко от остановки Березовой Рощи. Пассажирская газель маршрута номер 3, следовавшая в военный городок, врезалась в столб. В отрезке. И нам в мостах выезжал в мостах, то есть не пропустил, в отрезке. Спустя полтора часа после происшествия в ГИБДД не называют неточное количество пострадавших ни причину ЧП. Говорят, данные уточняются. Примерно в 15.30 водитель на автомобиль «Газель» не справился с управлением, допустил наезд на световую опору, в результате чего был доставлен в нечистинское учреждение. И в следствии оперативной группы в настоящий момент предстоит установить причины и кто пострадал, кто нет. На маршрутку рухнул бетонный столб. От удара железнобетонная конструкция сильно накоренилась, потянув за собой провода. Устранением аварии занималась бригада горэлектросети. По словам электриков, за последние полгода световые опоры здесь падали уже пять раз. Несчастливое место, наверное. Неудачно получается. Поставят вот эту опору. Ее поставили буквально три недели назад. Была сбита опора, поставили вот опять сбили. Вот не везет нам здесь. В скорой помощи говорят, что в этом ДТБ пострадали три человека. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое. Все они доставлены в больницу электроника. Наталья Горохова, Валерий Бобкин, Новости 24. Крупный пожар произошел в Воронежской области, в городе Борисоглебске. К тушению, кроме десяти пожарных машин и двух поливомоечных автомобилей, пришлось привлечь даже пожарный поезд. Возгорание произошло в складском помещении на улице Первомайской. В итоге огонь уничтожил сразу несколько объектов, которые там размещались. Цех по перемотке электродвигателей, металлический ангар, два магазина. Никто из находившихся там людей не пострадал. Все они эвакуировались самостоятельно и вовремя. Сложность пожара этого заключалась в том, что был сильный порывистый ветер. Сразу пожар распространился на Большую площадь. И сложность была с отключением электроэнергии. Это 380 подходило напряжение. Орелектросеть довольно долгое время искала пути отключения. На одной из тройплощадок Воронежа нашли братскую могилу воинов, погибших в бою за наш город летом 1942 года. На месте этой находки поисковики обнаружили останки двух десятков советских солдат. Их обмундирование и даже противотанковые гранаты. Захороненные человеческие останки нашли в северном микрорайоне на улице Шишково. Найденные здесь же каски, патроны от винтовки Мосиной, красноармейские звездочки не оставили никаких сомнений. Это братская могила. Убирать останки было некому, поэтому скидывали просто в траншею, в предажи. Здесь, на северной окраине Воронежа, в июле 1942 года шли ожесточенные бои за город. В районе ипподрома с фашистами сражалась и 303-я стрелковая дивизия. Большинству солдат было не больше 18-19 лет. В первом бою, по описанию ветеранов и 303-й дивизии, боевые потери были очень большие. Порядка 1600-1500 человек. То есть это полк. Раскопками в этом месте поисковики занимаются с 2008 года. Обнаружили останки уже 168 человек. Сегодня из земли вместе с личными вещами солдата извлекли и солдатский медальон. У одного человека уже найден медальон. Пока не открывали, но по приезду откроем. Возможно, можно будет опознать человека. Вскрывать медальон решили в специальных условиях. После долгих лет в земле соприкосновение с воздухом и света для клочка бумаги может быть губительным. После того, как останки будут подняты и идентифицированы, их торжественно перезахоронят у мемориала славы в Северном микрорайоне. Наталья Горухова, Валерий Бобкин, Новости 24. Сотрудник управления вневедомственной охраны при УВД по Воронежу подозревается в хранении и распространении наркотиков. Мужчину задержали с 20 граммами сильнейшего психотропного вещества. По версии следствия, представитель правоохранительных органов поставлял наркотики своим друзьям уже полгода. По сведениям из управления наркоконтроля, подозреваемого задержали, когда он в очередной раз возвращался с товаром из Санкт-Петербурга. Подозрительный порошок у него обнаружили в пачке из-под сигарет. Позже экспертиза показала, это амфетамин, которого хватило бы как минимум на 100 доз. Данный гражданин являлся действующим сотрудником отдела вневедомственной охраны УВД города Воронежа. Но интерес к следствию данных я его, к сожалению, сказать не могу. В настоящее время он уволен из органа внутреннего дела. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.